Так, ну, Светлана Александровна сказала, да, что у нас, значит, сегодня, почему мы обратились к этой теме. Все работающие, как в детской онкологии, так и во взрослой онкологии, представляют себе ситуацию с подростками и с молодыми взрослыми. Значит, этот термин вполне официальный и существует... Так, еще раз. Вот это двигает слайды, да? Почему-то не двигаются. Почему-то не двигаются. Существует этот термин, и внимание к этой проблеме существует на Западе и в Америке уже давно, потому что все с жалением отмечают, что ситуация с этой категорией больной, я имею в виду взрослая, во всем мире, грубо говоря, провальна. Потому что сейчас вот я покажу, проиллюстрирую ситуацию с тем, как идет улучшение результатов лечения в детской и взрослой онкологии, и чего совершенно не происходит вот в этом взрослом промежутке. Работает? Спасибо большое. О, значит, сейчас возрастные границы. Значит, официально по критериям ВОЗ, значит, подростки, молодые, взрослые – это люди от 15 до 39 лет. В нашей стране с 15 до 18 – это еще дети. В Европе, то есть эти люди лечатся в детских онкологических отделениях в Европе до 21 года. Вы видите, это не только так, а красным… Есть чуть-чуть, да? То есть до 21 года эти больные лечатся в детских онкологических отделениях. Ну, понятно, что все, кто старше, лечатся в стандартных отделениях онкологии взрослых. В тех странах, где эта проблема давно и пристально изучается, там созданы на сегодняшний день службы подросткового рака, и там на самом деле есть отделение специально для подростков и молодых взрослых. Ну, там возраст чуть-чуть размыт, не до 39, но до 30 лет точно там эти люди лечатся. Значит, как распределяется, так скажем, изменение заболеваемости от детской структуры, которую мы знаем, что это в основном эмбриональные опухоли, это лейкозы, лимфомы. Молодые взрослые, подростки, молодые взрослые, у них ситуация меняется, сдвигается в сторону уже большего количества раков, и меняется структура тех, допустим, лимфом, опухолей, гагонат, которые мы тоже видим у детей. И выглядит это таким образом. То есть у подростков, то есть когда они еще дети, то есть в нашем понимании, выходит на первый план лимфомы Ходжкина, охраняя свое лидерство у людей до 25 лет. Дальше, видите, ситуация, то есть статус не уезжается, но на первое место выходит гинекологический рак. Здесь тоже имеет место быть. В общем, вот так меняется структура заболеваемости у этих людей. Значит, проблема подросткового рака обсуждается в двух таких аспектах. Если это лицо, так скажем, подросток или молодой взрослый, имеет детскую опухоль, если это острый инфобластный лейкоз, или это саркома Юинга, или остогенная саркома, то как их лечить и где их лечить? А взрослые опухоли одинаково ли лечить человека в 20 лет или в 70, или в 60? В этом аспекте как раз ведутся разговоры применительно к этой возрастной категории. Вот то, что я хотела сказать, почему эта проблема привлекает такое внимание, потому что если в детской онкологии мы знаем прекрасно, но сейчас не так резко в последние годы, как это было в последние 15-20 лет, когда существенный рывок произошел в результатах лечения детских опухолей, они практически 75-80% больных излечиваются на всю оставшуюся жизнь. Также есть значимый успех в онкологии взрослых, в некоторых на зоологиях особенно ярко, то вот этот взрослый промежуток продолжает волновать специалистов. Это иллюстрация, как в Америке шло снижение смертности детей о злокачественных опухолях, и как не очень, не столь оптимистичность ситуации у подростков. Собственно, что и является причиной пристального внимания к этой проблеме. Значит, на самом деле, причины таких неудовлетворительных результатов, они как объективные, так и субъективные. Ну, к объективным, конечно, надо отнести, что некоторые опухоли, которые имеют те же названия, допустим, и ту же клиническую презентацию, но при исследовании биологических черт они являются другими. Они имеют разные молекулярные характеристики, и, соответственно, иные ответы на лечение и иной прогноз. Некоторые опухоли абсолютно идентичны. Я покажу и те, и те, и другие примеры. Очень важный вот этот аспект. Когда мы имеем дело с подростками и молодыми взрослыми, эта проблема едва ли не выходит на первый план. Все прекрасно знают, когда девочке в 17 лет объясняешь программу лечения, допустим, лимфомы Ходжкина, и говоришь, что следствием применения антрациклинов станет облысение, но потом волосы вырастут и так далее, для нее это является крахом жизни. И она скорее, она первая реакция, я лучше не буду лечиться, я умру, чем я потеряю волосы. То есть эти все проблемы известны. И, естественно, очень сложно лечить таких больных без психологической поддержки. Вот для чего и нужны отдельные структуры, которые бы занимались этими больными. Опять же, поздняя диагностика и позднее начало лечения связаны как с субъективными, так и объективными причинами. Субъективно, что молодые люди не хотят идти к врачам, считая, что они здоровы и приходят достаточно поздно, когда уже процесс далеко зашел. И в то же время есть такой подход врачей, что типа у молодых не так все плохо. И, в общем, есть тоже объективные такие вещи. Тоже покажу несколько примеров, почему это может быть со стороны врачей тоже поздняя диагностика. Отсутствие стандартов лечения. То есть на сегодняшний день эта взрослая группа может лечиться как по детским, так и по взрослым программам. Поскольку я онколог детский, я буду показывать те вещи, которые мне ближе и которые, собственно, очень-очень хорошо иллюстрируют преимущество детского подхода. Ну вот эти причины. Значит, вот биологические свойства. Я уже сказала, что есть опухоли, которые абсолютно идентичны. Астагенная саркома по всю пору не найдены никакими регулярными маркерами, которые бы отличали опухоль детскую, а то опухоль взрослой. И это дает основание использовать единый подход к лечению. В частности, действующий протокол Еврамус, где объединились европейские и американские ученые для лечения астагенной саркомы, туда критерием включения является любой индивидуум до 40 лет. Что касается, допустим, наиболее распространенного заболевания у детей острого лимфобластного лейкоза, то здесь биология на самом деле раньше разная. У более старших, она, так скажем, более злокачественная. И это определяет соответствующий подход и прогноз. Ну и парадоксом является для детских онкологов. Подросток идет в группу высокого риска. Мы знаем, что он требует более интенсивного лечения. У взрослых гематологов эти люди относятся к благоприятной группе риска. Ну вот я очень коротко, очень конспективно накидала те возможные проблемы, с которыми сталкиваются люди этой возрастной группы, о которой мы говорим. И это все влияет и на процесс лечения, на его комплаенс, то есть на исполнение всех необходимых процедур. То есть все, кто имели дело с ними, все знают, что в той или иной степени это играет роль. Ну вот в частности, поздняя диагностика с чем может быть связана? Помимо того, что этот больной поздно придет, потому что ему не хочется обращаться к врачам. Вот ситуация. Если этот больной... Всем известно, что в практике онколога взрослых онкологические стационары принимают на себя людей с уже установленным диагнозом. Очень-очень редко идет процесс диагностики посредственно онкологическому учреждению. И вот к чему это приводит. Если это делает непрофессионал, видя только опухоль, и ему сказали, надо взять биопсию, чтобы этого человека потом направить в специализированное отделение, если он не знаком со специфической, допустим, МРТК-артиной, он может взять биопсию из измененных тканей. Здесь тоже плюс ткань. Но это не будет опухоль. Это будет перетуморальный отек. Больного могут выписать. С ложным негативным результатом процесс диагностики затягивается. Еще один неприятный аспект, когда диагностикой занимаются непрофессионалы в неспециализированном учреждении, когда биопсия делается как удобно доктору, а не как надо с позицией онкологических, потому что онколог-профессионал знает, что когда настанет время главной операции, место биопсии должно быть удалено вместе с основной опухолью. Иначе этот больной может быть обрещен на ампутацию, потому что это будет контоминация опухолевыми клетками. Теперь о переносимости лечения, что тоже влияет, так скажем, на результаты лечения. Подростки, молодые взрослые, они близки к детям. То есть у них, как правило, не так много сопутствующей патологии. У них больше резервов, в том числе и костно-мозговых. То есть у них возможно использовать интенсивное лечение. Они быстрее восстанавливаются, чем люди более старшей возрастной группировки. То есть им можно соблюдать протокольные требования, тайминга и предписанных доз. Но необходим более серьезный объем сопроводительного лечения. И поскольку мы имеем дело с молодежью, нам надо помнить, так же, как у детей, о возможности отдаленных последствий, стараться их избегать. Вот, нет, на сегодняшний день у нас есть очень неплохо организована детско-онкологическая служба и взрослая, и вот этот промежуток, я считаю, что нам необходимо заполнить. Несколько примеров. Значит, острый лимфообластный лейкоз. Это Штаты, это Франция, это Голландия. Обратите внимание, выход в ремиссию практически одинаков. Леченных по детским протоколам. Это все идет речь об одной возрастной группе. И вы смотрите на 5-летние результаты лечения. То есть больные отвечают и там, и там, но насколько результаты лучше у тех больных, которые лечились по детским программам. Такая же история. Это была иллюстрация Штатов. Это ситуация во Франции. Это подростки в Москве. Александр Исакович Крачунский сделал такой анализ. И это дало основание использовать детский протокол, то есть совершенно с полным основанием приглашать подростков и молодых взрослых лечиться по детскому протоколу. Когда я начинала работать, у нас всегда такое бытовало мнение, что подростки с лимфомой Ходжкина живут хуже, и этот возраст является фактором неблагоприятного прогноза. Так вот это миф. Когда это кривые выживаемости немецкой группы дал, это слайд профессора Шелонга, который является автором этих программ. И вот когда все в одних руках, когда эти дети все лечатся по одной программе в одной клинике, то возраст не имеет никакого значения. Они сделали вот такой анализ, это тоже немецкая группа. Они нашли 62 пары, это МЭЧП анализ с абсолютно идентичными и клиническими проявлениями стадии и Б-симптомами и так далее. Эти подростки лечились во взрослой клинике по взрослой программе, и те, которые лечились в детских отделениях. Вы видите, насколько большая разница в прогнозе. Теперь несколько слов о саркомах. Биология, безусловно, разная, потому что разные опухоли превалируют в разных возрастных периодах. И было проведено исследование, когда сравнили лиц с рабдомиосаркомой, которым было больше 18 лет. Их попробовали пролечить, в том числе и по детским программам. И получили, что лечение по детской программе дает больший процент пятилетней выживаемости, причем значимо больше, чем лечение по тому, как проводится это у взрослых. Это вот эти иллюстрации. Теперь саркома Юинга. Биология такая же. То есть на сегодняшний день, опять же, не найдено никаких дополнительных транскриптов, которые могли бы характеризовать взрослую саркому Юинга хуже, чем, допустим, детскую. Но вы видите, что делается с выживаемостью этих больных. С возрастом она падает. Интересный анализ был сделан немецкой группой Айкес, сейчас это Евро Юинг, когда они показали, когда подростки лечатся в детских отделениях по детским программам и во взрослых отделениях по программам взрослых. Вы видите, какая разница. Здесь детский протокол, но вот как он раскладывается по возрастам. То есть все-таки у больных старше 16 лет прогноз хуже, если они, тем не менее, лечатся по детскому же протоколу. Это когда протокол Айкес на ту пору использовался и в детской, и во взрослой клинике. То есть программа лечения та же, но место лечения. Здесь эти дети находились в детских отделениях, где дисциплина работы все-таки строже, чем у взрослых. А это когда они лечились в отделении взрослых. Это такая же ситуация. И последний аспект, который мы должны учитывать, когда мы лечим подростков и молодых взрослых, что у них могут, и у некоторых на самом деле развиваются поздние осложнения лечения. Очень важен момент, и их это волнует очень с хранением фертильности. Мы знаем, и вот эта модель Федди Годсона показывает, что человек, молодая девочка или девушка, допустим, после интенсивного лечения противоопухолевания, у нее наступает преждевременное истощение и яичников, ее статус может быть сравним с той менопаузой, которая возникает у женщины, у нормальной женщины где-то в 51-52 года. И это очень важный вопрос, потому что если мы излечиваем излокачественные опухоли, то дальше ей нужно знать, как ей жить дальше. Поэтому вопросы с хранением фертильности должны обсуждаться в первой же беседе с этими больными. На сегодняшний день у нас есть некоторые возможности с юношами. Это проще, с девочками немного сложнее, потому что на сегодняшний день золотого стандарта пока нет. Но успехи на этом пути уже есть. Следующий. Что нужно иметь в виду, когда мы говорим о лечении наиболее распространенных заболеваний, это возникновение вторичных опухолей главным следствием лучевого лечения. Вот то, что может ожидать этих больных по прошествии 20-25 лет после окончания лечения. Это корзиальные, простите, осложнения вторичной опухоли и дальше. Это результат облучения и на сегодняшний день показано, что 20 грей является наиболее безопасной дозой. Все, кто начинали работать, помнят, что мы употребляли и 35, и 40 грей. И на сегодняшний день эти больные требуют замены клапанов сердечных. Это ситуация с вторичными опухолями. Самые частые опухоли при болезни Ходжкина опять же в силу облучения это рак щитовидной железы и рак молочной железы. Причем сегодня показали наши немецкие коллеги, что опасность мы всегда думали, чем ребенок младше, тем хуже и тем больше у него риск. На самом деле это не так. Риск развития вторичного рака молочной железы больше у девочек подростков. То есть, когда облучение идет на развивающуюся и пролиферирующую железу. Это очень важно знать людям, имеющим дело с лечением подростков. Много книг на Западе издано по части этой проблемы. И нет ни одной на русском языке. Я думаю, что это пора сделать. И нам нужно серьезно задуматься об организации вот такой специальной подростковой службы, потому что я постаралась очень быстро убедить вас, что это отдельная категория больных. Это мое мнение, как нужно поступать детские опухоли, лечить по детским программам в специализированных детских, но идеально подростковых отделениях. И рулить процессом должен детский онколог. Всем спасибо. Я готова ответить на вопросы.